МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В преддверии новогодних праздников и того, что в конце года мы традиционно подводим некоторые итоги года и думаем над тем, чем будем заниматься в будущем году. Поэтому мы пригласили таких ребят, которые смогут рассказать о том, как пришла идея и о том, что не стоит бояться реализовывать то, что может показаться на первых порах делом сложным и неподъемым. На самом деле все реально. Правильно я говорю? Наши гости. Виктор Литвин, это изобретатель рулонных носков, о которых мы узнали буквально месяц-полтора назад. И информацию об этом уже я читала на федеральных СМИ о том, что такая идея пришла и уже реализована. И Максим Матвеев, директор дизайн-студии 101МИКС магазина «Лавка-101». Первый вопрос, наверное, будет все-таки Виктору Литвину. Виктор, я прочитала, что вы архитектор по образованию. И как к вам пришла идея создать такого помощника? Все мужчины, наверное, ждали такое. Так и пришла, когда в момент потери носка я понял то, что сколько может это продолжаться и решил что-то сделать. Ну и со временем пришла мысль сделать носки в рулонах. И вот они перед вами сейчас. А востребованы уже заказы есть у вас на вашем обучении? У нас заказы по всей России сейчас очень сильно расширяемся, расширяем линейку общей продукции. Будут двойные рулоны, детские, женские, премиум линейка будет. А где изготавливаются? Все на КМВ изготавливается. У вас собственное производство? Собственное производство, да. А деньги вы брали откуда? Вы кредитные взяли или у вас собственные вы нашлись? Нет, у меня нашелся компаньон, мы работаем с компаньоном сейчас. А вообще изначально я подавал заявку на грант на Машук, но я не прошел, не выиграл. Затем пытался собрать деньги на краудфальдиковой платформе, собрал 2000 рублей, тоже не выиграл. Затем уже мне заплатили за работу, за проектную деятельность мою. И на эти деньги я организовал старт, а дальше уже начал работать с компаньоном. То есть на архитекторской деятельности вы заработали на реализацию этой идеи? Да. Коллеги, вопросы, пожалуйста, у вас. Ольга Аблогина, Свою ТВ. Виктор, вы говорили, что до Нового года будете налаживать точки продаж по краю. Как с этим дело? Идут ли на встречу какие-то, может быть, собственники помещений? Легко ли в аренду взять какую-нибудь небольшую точку? Ну, идут полностью на встречу идут. Все люди сами готовы заходить. То есть вчера поступило предложение разместиться в нескольких городах России прям сразу. Даже поступило предложение продать полностью бренд под немецкого производителя. Буквально вчера поступило такое предложение, но мы от него отказались, потому что мы хотим на наше производство расширять, чтобы это в краю было. В точке продаж заходим достаточно легко. Расширяемся сейчас по всей России, в Москве, в Питере, во всей центральной части будет представительство, также в Норильске будет представительство. То есть очень сильно расширяемся. Прямо геометрические масштабы, можно сказать, масштабируем. А вот патент, вы оформляли патент, сейчас на каком этапе? Уже завершены процедуры или еще в процессе? Формальная экспертиза прошла, проходит экспертиза по существу, но с этим проблем никаких нет. Это просто определенные временные рамки установлены законодательством. Спасибо. Так, еще есть вопросы? Идея сейчас находится, грубо говоря, на самой актуальной вершине, а вот нет ли ощущения одноразовости, что носки не должны быть качественными в этом случае? Нет, носки должны быть качественными, потому что нет цели продавать людям некачественный товар. То есть мы полностью наладили свое производство и полностью следим за качеством. И оно превосходит китайские аналоги, потому что сейчас на рынке Российской Федерации за год продается полтора миллиарда пар. И миллиард из них китайского производства. Мы хотим, чтобы в России продавались наши носки. Елена Дорофеева, Краевая телекомпания. Вот они у вас в таких замечательных коробочках, их все можно использовать, а потом есть какая-то специальная инструкция, как их опять назад в эту коробочку сложить, и чтобы удобно было их вытаскивать. Нет, ну их же не надо достать все сразу и носить по мере использования. То есть достали одну пару, относили, один потерялся, достали другой. Такое ощущение, что вы не холостяк. Так, еще есть вопросы? Скажите, пожалуйста, вот сколько у вас работает уже ваша линия по выпуску? Сколько вы выпустили? Девятого часа мы открылись. Девятого какого месяца? Декабря. Девятого декабря вот открыли производство. Первый пост я опубликовал. И сразу же пошли заказывать. Больше ста коробок уже продано. В день мы можем производить от 70 до 200 штук. Коробок, упаковок, да? Упаковок, да. На производстве сейчас 5 человек. Работает. А ткани откуда вы берете? Сырье? Сырье, да. Все российское производство. Все наше, отечественное, да? Конечно. А машины, оборудование, которые ткут эти носки, тоже отечественные? Некоторые отечественные, некоторые зарубежные. Понятно. Так, пожалуйста. Скажите, Вы говорили о партнерах, но вот такой вопрос. Ваше производство подпадает под какие-то краевые субсидии, преференции? Вы планируете подавать? Ну вот, последняя информация, которую я читал, это была поддержка легкой промышленности в Ставропольском крае. Я думаю, эту тему нужно изучить и, скорее всего, мы попадаем под это. Потому что легкого производства сейчас в крае практически не осталось. Так, все, вопросы по носкам пока придумывайте. Продолжим теперь с Максимом Матвеевым. Максим, Ваш бренд уже, ну, не сколько, лет пять, наверное, нашим Ставропольским. Три, да? Три года. Я знаю, что журналисты долго проработали в СМИ. Как пришла идея заняться вообще самостоятельно, бизнесом? Она так и пришла, благодаря работе в СМИ. Я ежегодно работаю на северо-кавказском форуме Машук. И, ну, собственно, три года назад я был редактором телеканала Машук ТВ и имел возможность общаться с участниками, ну, обо всем подряд. Поскольку лет с 15 мои руки начали расти из того места, из которого нужно, и я всегда что-то делал руками, то общался очень часто на тему, ну, какого-то ручного производства, чего-то интересного, что в республиках, например, сейчас производят. И, ну, вот как-то незатейливо в разговорах с ребятами вышла тема того, что в республиках нет каких-то интересных аксессуаров, модных и современных, но с исторической ценностью для региона. И тогда у нас появилась идея создать проект, тогда он назывался «Орнаментальные вещи», линейка аксессуаров мужских и женских с орнаментами народов Северного Кавказа, переработанными под что-то интересное, какие-то необычные паттерны. И буквально в этом же году, как идея родилась, да не в этом же году, в этом же месяце, практически в этот же день был написан отдельный проект, и в рамках Северо-Кавказского форума «Машук» мы получили отдельный грант курорта Северного Кавказа на развитие производства. Грант отработали в течение года, все свои обязательства выполнили, открыли магазин на курорте «Архиз», дальше нам дали добро на производство любых аксессуаров, того, чего мы хотим. Собственно, вот так и пошло, что мы в течение трех лет производим аксессуары, как и для республик, так и в общем-то для общего назначения, без привязки к территории и культурным ценностям. И поэтому сегодня все больше и больше аксессуаров разлетаются не только по стране, но и по миру в том числе. Ну, сейчас это стало модным течением, что больше ценится то, что произведено руками, а не то, что сделано в ширпотребе для широкого потребления. Поэтому… Ну, я как человек, который сегодня уже обладает неким производством и ручным трудом занимаюсь все меньше и меньше, потому что это уже такой поточный бизнес, могу сказать, что на самом деле пересмотрел свою точку зрения. Действительно модно то, что сделано руками, действительно это актуально последние лет пять. Но сегодня я считаю, что гораздо интереснее продавать необычную идею и эту идею реализовывать на первом этапе, естественно, своими силами, вот как ребята сейчас делают и как мы делали. А потом расширять производство, в нашем случае нанимать швей, работать с какими-то аутсорсинговыми компаниями и подрядчиками, и не терять идею ручного труда, но наполовину автоматизировать свое производство. И брать оригинальностью, да? Да, именно оригинальностью, потому что наш ассортимент каждые полгода, он что-то в себя новое включает. Мы не можем продавать одно и то же, это не будет интересно нашему потребителю, нашему покупателю. Поэтому, да, мы садимся мозговым штурмом с партнерами, с друзьями, думаем, что модного, подсматриваем иногда. Коллеги, вопросы? Марина Мацарская, СВТВ. Максим, скажите, пожалуйста, насколько сложно сейчас в нынешних реалиях при условии кризисных лет этих двух держать свое дело, свой бизнес на плаву? Спасибо. Сложно, очень сложно на самом деле. И когда мы с партнерами сталкиваемся с какими-то проблемами, связанными с собственным бизнесом, если нет подмоги, если нет плеча, то это действительно очень тяжело. И я не скрываю, что у меня есть вторая работа, с помощью которой я развиваю свой бизнес, она также продолжает быть связанным с журналистикой, с пиаром, с маркетингом. Я работаю тренером, я работаю спикером и лавирую. На самом деле любая продажа оригинальных товаров, она сезонна, она очень сезонна, ну, соответственно, праздничные периоды, какие-то периоды, весеннее, начало, летние, когда у людей просто настроение хорошее, они готовы тратить деньги. есть периоды спада, и их нужно каким-то образом компенсировать. И для этого нужно просто иметь какую-то подушку безопасности. Коллеги, расскажите, пожалуйста, вот и к Виктору вопрос тогда, и к Максиму, потому что вы оба, ну, как бы развиваете свой малый бизнес, вот получается тогда, что основная работа, да, при вашей деятельности, она держит на плаву ваше хобби, которое вы пытаетесь превратить в работу. То есть правильно я вас понимаю? Можете это прокомментировать? Ну, на данном этапе я сейчас уже от своей основной деятельности, от архитектуры, я отхожу. То есть сейчас мы расширяем большими темпами производства, и я весь там. То есть нам достаточно пока что средств, оборота от продаж, чтобы расширять производство. Максим? У меня чуть другая история. Нет, у меня нет основного вида деятельности, у меня есть компилирующие направления деятельности, на самом деле одно перетекает в другое. Потому что у меня по направлению маркетинга есть достаточно приличный объем клиентов, которым я просто предлагаю в качестве сувенирной, например, продукции наше собственное производство. И такой симбиоз идет рекламной деятельности, какой-то ментальной общей роспись концепции и создание каких-то материалов, плюс дополнение к этой деятельности. Вот, пожалуйста, вам оригинальная сувенирная продукция, которую ваши клиенты, партнеры, сотрудники обязательно запомнят. И я сейчас не могу выделить, что из этого основной вид деятельности. Все уже так перемешалось в какую-то одну струю. Здравствуйте. Алексей Нечаев. Максим, хотел бы узнать, вот вы производите шапки, шарфы, шапки, шарфы. Скажите, собираетесь ли вы производить носки под своей атрибутикой или оставите это Виктору? Мы уже производим носки. Объясню. Дело в том, что буквально полгода назад, с течением обстоятельств нам удалось в Ставрополе открыть свой собственный крупный магазин, куда мы не смогли только свою продукцию поставить, потому что у нас на объем этого магазина просто ее не хватит. И мы создали некий новый проект, он называется Лавка 101, куда мы включаем в принципе ставропольских производителей. В нашем магазине продаются ставропольские бренды. Ну и из таких достаточно известных, Дэн Орлов продается у нас, у нас продается изделие Анжелики Моргуновой, очень талантливого пятигорского, талантливого пятигорского дизайнера у нас, ну несколько еще gift for you, я могу их несколько перечислять. И по факту перемешалась наша продукция, ставропольские бренды и так далее. И на самом деле у нас есть партнерский бренд, с которым совместно мы в августе и на форуме Маршук показали, мы завезли уже носки. Это была единоразовая акция, мы просто поигрались, не наша тема, они молодежные, они не, скажем так, они просто трендовые, у них прикольные принты, но для нас это не направление, поэтому производить мы носки точно больше не будем. Максим, я все смотрю на то, что лежит на столе, и мне не очень хорошо видно, я хочу, чтобы вы нам рассказали поподробнее, показали вот один из блокнотов, например, или шапку. Да, блокноты, это блокноты от наших партнеров с таким чудесным портретом человека без имени, если он вам кого-то напоминает, то это он вам просто кого-то напоминает. Это деревянные блокноты, сделанные из фанеры, потрясающая семейная пара, в Ставрополе работает, бренд Gift for You, которые год назад посмотрели на производство 101Mix и решили, что почему бы не попробовать составить конкуренцию, так и начали, а теперь партнерами стали, на мышеке познакомились. Это скетчбуки с хорошими листами, их очень любят, их очень быстро раскупают, абсолютно разные гравировки, и какие-то тематические, какие-то под непосредственно обладателя делаются, и продукт, который совершенствуется буквально каждый месяц, что-то мы дополняем, что-то меняем, коллекции создаем совместно. Здесь же совершенно маленькая толика того, что у нас в магазине есть, шапки вяжет наша вязальщица, используются, к сожалению, пока что не российские материалы, это перуанская шерсть стопроцентная, да, то есть мы к продукции в магазине подходим очень четко, со сформулированной политикой. То, что производится, должно быть качественное и интересное, при этом ценник от среднего до максимального. у нас, к сожалению, сейчас ручной труд, точнее, к счастью, к счастью, ручной труд не ценится дешево, поэтому, когда к нам приходят и спрашивают, почему так дорого, на какие-то позиции, я очень планомерно объясняю бизнес-план производства, объясняю, почему это стоит столько-то, и на самом деле, на мой взгляд, в некоторых вещах цена занижена откровенно, но коммерческая составляющая, никуда от нее не деться, и нужно продавать, и нужно высчитывать, при какой цене народ будет комфортно себя ощущать в магазине. Пожалуйста. У меня вопрос к Виктору. Виктор, скажите, пожалуйста, вот скоро мы накануне 2018 года, и при учете ваших таких колоссальных темпов развития, в смысле, вчера мы еще о вас не знали, а сегодня у вас немецкие контракты маячат. Скажите, на какие мощности вы собираетесь выходить в новом году, то есть это очень важно, то есть простроили вы свой бизнес-план в этом направлении? Если смотреть в продажах, то это порядка 200 тысяч коробок в месяц. В производстве, конечно, это будет чуть больше, чтобы была сказка программа. А вы не боитесь, что конкуренты скоро разберутся, как это делать и перехватят вашу идею? Ну, волков боятся, в лес не ходят. Не, на самом деле, вот интересная история, на Машуке идею отклонили, при этом вы не испугались и поверили в нее. И вот, ну, пожалуйста, продукт уже реализованный. Вообще, первая идея, когда я выступал, это было на территории смыслов. Из тысячи человек на федеральном форуме отобрали 10 людей, которые выступали на уровне спикеров. И мое выступление, хотя люди поставили отрицательные оценки, мое выступление признали самым лучшим, потому что я единственный из тех людей, которые что-то сделал, что-то показал, вышел и рассказал, как это делать. То есть не побоялся, сказал, не надо отступать, потому что, ну, много, может, люди не будут в вас верить, говорят, ну, зачем тебе это нужно, ну, смешно, зачем ты этим будешь заниматься, там, иди куда-то устройся на работу. Главное, верить в себя, и все получится. — Скажите, пожалуйста, вот, читая информацию о том, что на Ставрополье молодой человек пришла ему в голову идея создать рулонные носки, буквально в конце текста было предложение о том, что идею еще таких носков в 12-м году опубликовал на своем сайте Артемий Лебедев. Вы знали об этом? — Конечно, я знал, это опубликовано было в разделе «Мозг», то есть это не его публикации, там подписана фамилия, кто публиковал, это просто идеи, которые, ну, могли бы облегчить жизнь. Да, конечно, продукта никто не довел, то есть я полностью изучил рынок, нигде ни на одном сайте, ни у нас в России, ни за рубежом не было сделано конечного продукта. То есть в плане шутки, да, это было… Понятно, есть вопросы? — Есть? — Да, давайте. — Может быть, помимо носков, вы не думали заняться бельем, к примеру, потому что есть… — Потребно. — Нет, я знаю, что есть в Европе, к примеру, одноразовое белье, и это вполне себе востребованная штука. Вот, но так как вы за качественный товар на рынке, то может быть белье не одноразовое, а, в общем-то, качественное, многоразовое используемое. — Мы обдумываем сейчас стратегию по запуску белья непосредственно, и подбираем в стрелину, нужно иметь определенные сертификационные документы, чтобы все это запустить. Сейчас мы все это обдумываем, и, конечно, возможно, все это будет. — Виктор, вчера мы увидели вас в Инстаграм, ваш продукт в сториз у известного блогера Гусейна Гасанова. — Скажите, когда мы вас увидим на Ютубе у Трансформатора? — Ну, я думаю, после Нового года это будет возможно. — Ольга. — Если он даст положительный ответ, конечно. — Нет, я хотела уточнить, Трансформатор — это вот Кирилл Терешин, который… — Нет, Трансформатор — это Дмитрий Портнягин. Это сейчас самый популярный бизнес-канал в Ютубе. — Виктор, вам насколько хватает такой коробочки? Ну, или по вашим подсчетам, вот 30 пар — это два месяца, полгода, вот насколько рассчитано? — Ну, в зависимости от носки, ну, два-три месяца спокойно хватает, если, ну, прям не заморачиваться со стиркой. — Спасибо. — Такой вопрос. — Такой вопрос. — Вы вот встретились, вы не собираетесь сотрудничать? — Мы встречались еще на Машуке даже. Я подходил и увидел у Максима носки и спрашивал, где он их производит, потому что мы уже тогда выводили, я уже считал все, обсчитывал, то есть это не зависело от того, что получу я поддержку на Машуке, не получу, то есть я все равно эту идею, как видите, довел до конца. — А мы потом пообщаемся. — Я всегда рад принять в число наших брендов, представленных у нас в магазине, кого-то новенького, еще и оригинального, поэтому я думаю, что если Виктор даст добро, мы хоть завтра можем поставить в продажу, тем более, что сейчас осталось буквально 3-4 дня сезонных, когда можно действительно продавать что-то оригинальное и интересное, поэтому почему бы и нет. Виктор, у меня такой вопрос, собираетесь ли вы еще раз поехать на Машук и показать всем, да, я это сделал без вашей помощи или это уже не в ваших интересах? — Если будет такая возможность, почему нет? — С учетом смены руководства это будет некто, доказывать некого. — Не для того, чтобы кому-то что-то доказать, нужно показывать людям, молодежи то, что независимо от того, то есть есть много способов получить поддержку, это не только государственное финансирование и поддержка грантов, за которые ты потом еще будешь отчитываться. то есть возможно и любые, ну, то есть возможно найти людей, которые просто тебя поддержат, и все. Главное иметь идею, главное быть целеустремленным. — И верить в идею. — И верить в себя, да. — Еще можно подарки на Новый год всем экспертам отправить просто, кто на Машуке принимал решение. — Как доказательство того, что они были неправы. — На самом деле на форум Машуку принимали очень товары, вот Максим не даст соврать, которые связаны с тематикой Ставропольского края, Кавказа, ну, связаны, да. Вы не предлагали там в плане на носках Кавказ, Кавминводы и так далее и тому подобное, то есть какие-то вот такие направления и отодвигали, да, эту идею? — Нет, я думаю, достаточно… Вы имеете в виду прошлый год или следующий? — Да, где вы не прошли? — Нет, я не предлагал, я предлагал то, что этот продукт будет произвести в Ставропольском крае, то есть такого в крае в принципе нету, как нету нигде. То есть и это, мне кажется, повышает рейтинг региона в любом случае. — Скажите, Виктор, а вот дизайн носков, кто у вас разрабатывает, вот вы сказали, что вы собираетесь цветные какие-то носки выпускать, да? Будет ли у вас какая-то аутентичная картинка на носках изображена? То есть, ну, что-то такое, чего не будет… — Чем вы сможете удивить. — Да, да, что-то такое необычное. — Ну, будет премиальная линейка, то есть это носки премиум уровня, которые будут по цене и качеству превосходить европейских производителей. Сейчас уже это все разрабатывается, это уже на стадии запуска производства именно этой линейки. Также будут носки цветные с вышивкой. Есть у меня дизайнеры, которые будут разрабатывать и принты, и вышивки. То есть, есть же разные способы нанесения на носочные изделия изображений. — Вы сказали, что у вас работает 5 человек. Кто эти люди? То есть, сколько из них дизайнеры, сколько работники, чем они занимаются? Расскажите. — Нет, работники, которые следят за производством непосредственно за машинами. А дизайн, так как у меня, я сам учился на дизайнера архитектурной среды, есть товарищи, которые просто меня поддерживают, и мы с ними работаем в плане аутсортинга. — Да, Максим, что-то хотел сказать? — Да, я хотел вставить ремарку по поводу того, что на самом деле, если в Ставропольском крае производится что-то оригинальное, то это очень быстро становится гордостью региона. Поэтому не всегда нужна какая-то локальная привязка, то есть можно обойтись без кавказских принтов, то, к чему мы сейчас в итоге и пришли, а просто давить на то, что это оригинальный именно Ставропольский продукт, и он будет волной интереса поддерживаться достаточно долго. И мы на себе наблюдаем, приезжают делегации в исторический новый музей «Россия – моя история», где у нас магазин, собственно, сейчас находится, из республик. И им на самом деле не так важно, чтобы на каком-то интересном кожаном чехле, например, был Ставропольский край изображен, а важно, чтобы было написано, что это сделано в Ставропольском крае. Потому что человек, который приобретает такой продукт, он на самом деле не показывает картинку этого продукта, ему не интересна, может быть, эта даже картинка, но он будет говорить, что в Ставропольском крае производят вот такой интересный оригинальный продукт, и я его купил там в Ставрополе, к примеру. В лентах прошла информация, что на Ставрополе собираются выращивать хлопок. Вот. Ну, вы не думали о том, чтобы из собственных, так сказать, из хлопка, собственное производство, переработка, сделать это более так… Там было указано порядка 100 тысяч тонн, по-моему, в новостях. Да, мне эта новость очень интересна. Если это будет все произведение, даже сырье и пряжа в Ставропольском крае, это будет замечательно. А пока откуда? Ну, пока что с наших регионов, со всей России. Виктор, вот вопрос у меня к вам. Я не знаю, может быть, это коммерческая тайна. А вот эти носки, они отрываться будут, как пакеты полиэтиленовые, вот из рулона, или как они, или просто они свернуты так вот? Они специальным способом свернуты, то есть специальная была выточка на резинке, и, то есть каждый носок, перед тем, как я запустил производство, ездил, обговорил с технологом. Их вообще мало осталось в России технологов. Ну, потому что легкая промышленность, к сожалению, не осталась. Да, то есть мы обговорили, разработали общий вид, скажем так, чертеж, и только потом приступили к производству. Ну, то есть они будут просто вытаскиваться, как салфетки, да? Да, там есть определенное крепление, но крепление не повредит. Не повредит. Да, целостность изделия. Нет. А иначе в чем коммерческая составляющая? Нам к Виктору надо будет прийти снова через два месяца. Это подсаживание на крючок. Виктор, ну и в завершении сколько стоит такая коробка? Да, сколько она стоит? 1400 рублей стоит. 30 пар, да? 30 пар, да. Размерный ряд идет 39, 42, 43, 46, ну как обычные российские носки, да. Да, нет, женский идет также через два размера, детский точно также через два размера будет идти. Так, коллеги. Да, кстати, как вы продвигаете свой товар? Это, скорее всего, интернет, да? Сейчас у нас в городе Пятигорске вершина плаза открыт, первая точка продаж. В инстаграме рулон носков, в поиске вот в инстаграме, и рулон носков.рф.сайт. Доставка? Доставка по всей России. Осуществляется любой выбранной вами транспортной компанией, либо почтой России. Как вам удобно, так и сделаем. Максим. Где нас найти? Ищите нас в интернете. Если говорить о классической линейке 101mix, то это либо инстаграм, так и будет, 101mix.ru, либо торговый центр ЦУМ, первый этаж, магазин идей для подарков, либо торговый центр Москва, магазин Никифеллини, либо есть Интуки, магазин Синяя Ворона, либо самая большая точка сегодня, это музейно-выставочный комплекс «Россия. Моя история». Лавка 101. Все, спасибо большое, уважаемые гости. Надеюсь, что ваша целеустремленность и желание добиться цели все-таки воодушевит наших зрителей, нас самих, на то, чтобы по-новому посмотреть на свою жизнь и на то, что надо доверять себе и своим мечтам. Спасибо, оставайтесь на своем ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова